Добрый вечер, друзья! Сегодня Лукашенко объявил, что белорусские врачи-предатели. В Европе создана международная группа экспертов-криминалистов и будет суд и трибунал по расследованию пропавших и убитых людей в Белоруссии, политиков-оппозиционеров. И вечером арестовали Нину Богинскую, символ белорусского протеста. Давайте об этом поговорим. Друзья, огромное вам спасибо за то количество комментариев и лайков, и особенно подписок, которые было в прошлом видео. Это безумно приятно и стимулирует на то, что все будет прекрасно и хороших людей больше. И обязательно добро должно победить зло. На этой неделе Лукашенко рассказывал, как ему вручают верительные грамоты и его поздравляют с тем, что он законный президент. Но если посмотреть на тех, кто вручает, там очень своеобразная компания. Я бы даже сказал, диктаторы всего мира, плюс непонятно как оказавшаяся Япония. Туда вошли Венесуэла, где инфляция миллион процентов за год, то летная бумага три зарплаты стоит. Туда вошла Турция, где видно, что растет еще один друг диктатуры, Эрдоган, который хочет строить свою империю. Я думаю, мир еще намучается и с Эрдоганом. Туда входит Иран. Страна, где вроде как светское государство, но правит верховный правитель, духовник. Туда вошла Сирия, где диктатор, понятно, также за свою власть держится и страну обрушил в разрухную войну. И Северная Корея. Особенно понравилось, как Лукашенко, послу Северной Кореи, высказывал слова благодарности и восхищения, какую прекрасную они страну построили и как они будут сотрудничать. Я в прошлом видео говорил, что он мечтает сделать из Беларуси Северную Корею, и чтобы дальше правил его сынок. Но мне кажется, в 21 веке это уже будет невозможно. Люди уже с интернетом, люди уже современные, люди уже мобильные, люди уже с мозгами. У него ничего не получится. Я постараюсь по каждой этой стране сделать отдельный обзор с ихними правителями, с ихней диктатурой и найти какие-то общие пересечения, что пытается сделать в своем правлении Лукашенко. Сегодня Лукашенко сделал очень странное заявление. Во-первых, он обнаружил, что везде идет болячка, которая накрывает весь мир. Мы все прекрасно понимаем, что если выборы из 9% рисуются на 80%, даже с 3%, ну пусть будет 9% для счастья, все тюрьмы, что же за него. То подтасовать результаты больных болезнью 20-го года, они могут точно так же в 10 и в 20 раз. И закрыть оттуда информацию могут полностью. И все его геройство через неделю-две развеется. Я до сих пор говорю, что чем больше будут нарастать митинги, тем у него будет последнее оружие. Он введет резко карантин. Но делать этого боится. Экономика сейчас, после трех месяцев протеста, сыпется очень сильно. IT уже практически на 40% упали поступления в бюджет. Банковский сектор сыпется. Заводы бастуют. Частный бизнес, который в понедельник бастовал, сейчас всем выписывают колоссальный штраф и закрывают. Но давайте вернемся к его сегодняшнему заявлению. Это идиотизм. Послушайте. Мы видим огромную вспышку заболеваемости, особенно в соседней Польше. Вы знаете, что буквально два дня тому назад они начали по всему миру собирать врачей и другой медицинский персонал, чтобы оказывать помощь людям. Вот и вся сказка о красивой жизни. И особенно просят наших врачей приехать в Польшу для того, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. В этой связи хочу предупредить. Лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить своих людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать, уехал, назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза. Это приказ для правительства. Поэтому всех надо ставить на место. Ничего не препятствуя, никому не препятствуя, в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты. Когда весь мир борется с этой заразой 20-го года и делает все, чтобы сохранить количество медицинского персонала, еще его и приумножить, понимает, что люди находятся на первом уровне, не знаю, окопа в войне с этой бедой, которая накрыла весь мир, дают врачам премии, дают еще какие-то вещи, стимулируют их, оберегают. Лукашенко не говорит. Друзья, никуда не едьте. Мы тоже сильная страна, мы будем тратить меньше денег на ОМОН, отдадим больше врачам, потому что они сейчас на передовой находятся. Они эти, кто избивают простых граждан, которые гуляют по выходным. Он как в Советском Союзе делает все, чтобы выехала молодежь, которая увидит, что жизнь бывает лучше, что за мою профессию я могу зарабатывать в пять раз больше. И, конечно, зачем ему в концлагере очередные любители иметь честные выборы. Я считаю, что это уже предел того, как он хочет уничтожить свою страну. при этом он закрыл границы со всеми, кроме России, не пускает обратно своих граждан. У него агония, у него сумасшедшая паника. Ведь он думал, что год назад в Германии один из его, назовем так, исполнительный солдат даст показания, даст интервью, которые разошлись по всему миру. Как он убивал людей, как он убивал оппозицию. Есть четкие показания, где, как, кого убили, где, в каком месте закопали. он после этого решил отшучиваться, что того-то видели тогда-то, а этот там где-то скрывается, и уже так 15 лет, а того там показывали фотографии, он все время съезжал. Но сегодня создан в Европе не международный трибунал, а создана команда международных криминалистов-экспертов, которая будет изучать для международных судов все случаи в Белоруссии, где пропали оппозиционеры и другие общественные деятели за период правления Лукашенко. Это может быть еще один претендент в ГАГу. Я очень хочу, чтобы так это и было. Вот вкратце я буквально маленький сюжет, о чем год назад давались показания. Посредственная фотография это база Бегомли. Здесь убили, ну здесь получается где-то метров 200 метров 200 дорога, чуть-чуть в лес метров 20. Здесь убили гончара Красовского, а здесь где-то метров 50 была выкопана яма, заготовленная уже. мы их разделим. Вот здесь вот, вот здесь вот были спалены вещи их а обувь вместе с ними была брошена в яму и закопана. Сейчас 21 век и любой диктатор должен нести криминальную ответственность за те деяния, которые он совершил против своего народа. Если он буквально две недели назад на весь мир говорит вы смотрите только Нину Богинскую не забирайте с площади. Если Нину Богинскую забрать оппозиции не будет. Это упрежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут. Ну и вот сегодня вечером ее арестовали. 10 чебурашек без опознавательных знаков вломилась в квартиру и задержали ее, потому что бабушка ударила по официальной версии МВД этого чебурашку прости господи табуреткой по голове. Хотя пришли делать обыск в ее доме, потому что у них есть подозрения на внучку. Тут надо пикать просто много раз. Но живи Беларусь, она все равно победит. И то, что Лукашенко хвалится часовым разговором еще с одним диктатором еще не означает, что у них там все сладко. Потому что самая зацензурированная юмористическая передача в России КВН выдает за неделю три подряд номера, где смеются над Лукашенко. Меняйте пластинку. Весь мир с вами. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Все будет круто. Живи Беларусь!